Сибирь Делали спектакль Таня Арбузова Может кто-то знает, а вряд ли Саша! Да и ты даже не знаешь Короче, Арбузов, Таня Это очень тяжелый спектакль Про дифтерит, про детей И я как-то на маме даже рассказывал Ну такой прям тяжелый И мы тяжело его так репетировали Мы с партнером Играли роль и все время делали так Заходили за кулису, брали воображаемую Рюмочку Боль И выпивали боль Ну то есть там очень тяжелый такой И режиссер, который этот спектакль Репетировала, это Анна Викторовна Зиновьева Ей большой поклон Мне кажется, вот все, что я умею делать на сцене Я прям вот благодаря ей умею это делать Да, в своем мастере Ну да Но она крутая была Тетка, но противная Она прям была вот Курфстерь Вот такая вот Я не знаю, ну если вам стало понятнее И вот, например, как-то мы готовим Этот наш тяжелый спектакль Таня там, красим стульчики Эти, телефон Бутылочка такая винная Какие-то полиэтиленовые штуки Такие все делали Сами красили, фигачили И Завтра, по-моему, у нас сдача вечером А, послезавтра Послезавтра сдача И там все остались в аудитории Что-то докрашивают, доделывают И как-то хоп-хоп-хоп-хоп Все рассосались И остались только мои однокурсники Это Света Марченко Ирка Носова И Басюра Иван И вот они остались Что-то там докрашивают Фигачат И откуда-то не возьми Сколько бутылочка Водочки Значит оказалось Они что-то давай выпивать И вот эти Обычные актерские разговоры Я вообще не понимаю, что я там играю В этой сцене Вообще непонятно Вот что к чему Вот такие начались разговоры И они там Рюмочка хлоп Красит Красит Вторая хлоп И продолжаются эти разговоры И Басюра решил выйти покурить Значит остались Сирка и Светка Значит они уходят Басюра в смысле Уходят Возвращается Покурил Все идет обратно Слышит что-то не то Играет громко В комнате С белым потолком Справа И он Что-то странное Это не та песня Которую я буду петь И вот она играет Он так это слышит Надсадна Девчата Света Ира Орут эту песню И он говорит Я вот так захожу в аудиторию И в этот момент В дверь рядом Такая неусловчатая дверь Прилетает бутылка Эгрессивная Вот так И он вдруг с ужасом понимает Что девочки Подпевая этой песни Крушат все Полиэтилен Вот так Телефоном В комнату То есть там какая-то сатанина Басюра рассказки Я вот так просто подстилючки Девочки И они все успокоились Забавно было что на завтра Когда мы вот так все пришли А я был старосты курса Я захожу А там прям нутруха То есть там не стул А прям щепочки Я прям на это смотрю И девочки начинают что-то Ой там мы вчера уехали Там охранник короче остался Не знаю может это он И всем понятно что это не охранник Ну прям очевидно вообще Басюра ходит Ммм да да Молчи И вот Зиновьева Представляете она заходит Видит это все Девочки там что-то мямлят Охранник Что-то жуют Сопли И она им значит такая Вот то что вы сделали Это отвратительно Ну мне даже это нравится У вас есть сутки Чтобы все восстановить Зацокал сквериш соловей Как шальной Как шальной Сосед полковник Третий день Сам не свой Как больной Она не хочет Вот беда Выходить за него А мужчина Хоть куда Он служил В ППО Ору под окнами Каты День и ночь День и ночь Отдыхни сладкой маякой Весной Весной простужен И я гляд Город твой Город твой И метры весело Город твой 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 Ну, давай! Перечница! Погнали! Опа! Держи, держи! Опа! Опа! Шесть! Ну, шесть! А в кружке чай давно остыл И погас Беломор А на душе от слов и риф Перебор Перебор Ведь по асфальту каблучки И здесь идет месяц май И здесь коты и мушечки Приезжай Приезжай Здесь по асфальту каблучки И здесь за днем Ранее за тварь Я подаю тебе лошадь Я подаю тебе лошадь Я подаю тебе лошадь Поскорей Я подаю тебе лошадь Текают так, как вулканы поют Реки стоят, воду больше не пьют Ты как они Я же как ворона Стекла не бьют Потому что их нет Сказка о том Где был солнечный свет Я же пою Где поет ворона Кто-то стрелял И хотел убежать Я же сижу И не буду стоять Я не одни Я же как ворона Птицы одних Улетают совсем Город задих Повинуют совсем Я не одни Я же как ворона И вот Ира Показывает нам ворону Она летала сначала Мы всех птиц перебрали Потом она начала ссылаться На какое-то золото Чтобы от сороки как-то пойти Мы сидим ничего не понимаем Потом пошли спокойно И еще малыши И в общем У нее в голове был Такой штурм Вообще всего подряд И она уже невозможно Так уже стоит Гарррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Я ворона, я ворона, я ворона. Я не знаю, любит ли сейчас этот игрок «Рокодил», но сейчас мы играем в «Активити». Володя в царя бомбу кидал. На самом деле, да-да-да. На самом деле, всё верно. Давно живу Ленину, помню. Так вот, в то время, когда ребята ходили на дискотеки, на детские, я уже в это время, конечно же, работал. И творческая моя деятельность особо денег не приносила, впрочем, как и сейчас. Но, на самом деле, всегда удавалось как-то подработать. И я, когда вот у меня какие-то застои творчества были, я сразу шёл работать, ну, на обычные работы. Работал примерно в середине 90-х, я работал в фирме, которая торговала металлом. Швеллер, уголок, всё вот это вот. И, значит, отправляли всё это из нашего, как Женя говорил, славного города Чайковский за 300-350 км в славный город Пермь. Вот, такая простая задача была. И как-то отправили тоже очередную партию в машину и забыли положить документы. Та фирма, с которой мы работали, была совершенно новая фирма, мы с ней ещё никаких дел не имели. И спохватились поздно. И, значит, говорят, слушай, ты же завтра в Пермь, в командировку. Я говорю, да. Вот заедешь в предместе Перми, там, на большие склады, и отдашь им документы, все сертификаты, всё-всё-всё. Мы, говорит, сейчас ребятам отзвонимся, предупредим. Я говорю, да, без проблем. Вот. И, значит, они им отзваниваются и говорят, слушайте, пацаны, короче так, значит, машина ушла, всё, товар будет, но мы забыли документы. Но всё будет чётко. Значит, Володя приедет, Бродков привезёт. Вот. Просто они говорят, а может, не надо? Они говорят, что не надо, мы с вами вообще первый раз это. Потом всё будет чётко, можно и нет. Но сначала Володя Бродков привезёт. Понятно? Я такие, ну ладно. И, значит, я ни о чём не подозреваю. Знаю, что ребятам предупредили, утром сажусь в машину и спокойно еду. У меня был набор ротерских песен. В основном такая дорожная тематика, знаете, трасса Е95, дорожная вот эта Сукачёва. Ну и, конечно же, вот любимой была вот эта песня. ПЕСНЯ 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 Полумрак! Полумрак! И я понимаю, что вот комната метров 20 и стоят вот по стенам люди. Почему-то сидит впереди человек, вот так вот, очень напряженный за столом, вот, за каким-то бухгалтерским. И на меня вот так в упор смотрит. А по бокам стоят люди какие-то. И вот, когда я зашёл, дверь закрыв, если кто-то мне ещё за спину зашёл, закрыв эту дверь. Я так вот потихонечку оглядываюсь Ребят, может я не туда, куда попал Они сказали Ты что, один? Я говорю, да Я говорю, вот вас же предупредили Что Володя Бродков привезет Все Они снова говорят, ты один? У меня что-то в голове не складывается Я говорю, да Ну вот, я, Володя Бродков, я приехал Они, что, что, как? Я говорю, я, Володя Бродков Такая пауза минутная Включается свет, они как, давай ржать Просто, не нормально Я смотрю, крепкие мужики стоят И у них сразу движуха, они что-то, столы сдвинули Еду и наставили Говорят, садись с нами Я говорю, не-не-не, мне там ехать надо Вот ваши документы, я поехал И каждый раз, когда машину отправляли к ним Они так весело всегда говорили Это нам, Бродкову привет передайте Когда мы там тоже одни остались в аудитории Видимо, в театральных институтах это часто бывает И мы решили провести этот мастер-класс Они решили поделиться со мной своим опытом Так сказать, но делать это на трезвую голову Было совершенно невозможно О, точно Да, да, да Вот И поэтому мы решили прибегнуть к услугам такого коктейля Назвался текилобум Ну, в студенческом варианте это была, значит, водка и спрайт Там весь смысл в том, что нужно, когда смешаешь, хлобызнуть этим коктейлем по столу Чтобы была пена И эту пену быстро выпить И тогда все, мгновенный эффект Стираются все границы, собственно говоря И уже там Девочки, да Читая мантру, что Прученко, ты не женщина, ты не женщина Они, значит, делятся со мной своим опытом, собственно говоря Смеялись мы много, ветер провели хорошо После чего, как бы, собственно говоря, я поняла, что поцелуй — это чистая реализация А он тебя целует Говорит, что любит И ночами обнимает Сердце прижимает А я мучаюсь от боли Со своей любовью в фотографии в альбоме О тебе напомня О тебе О тебе Светлый Ну, в общем, я влюбчивая, вы уже помните, да? Да Это хорошо Кто на этот раз? Тогда я училась в 11 классе Был Новый год И с моим молодым человеком Тогда мы встречались уже, наверное, полгода Прям уже очень серьезные были отношения Мы решили встретить Новый год у меня дома С моими родителями А был год петуха наступал А перед Новым годом я познакомилась с другой компанией Я начала ходить в спортзал И там спортивные парни, там все И мы с подругой с ними как-то так вот тоже Ну, начали вместе гулять И они тоже нас позвали к себе справлять Новый год И мы согласились И вот сам Новый год, 31 декабря Мы уже знаем, что мы будем справлять Новый год там Вот с теми накачанными парнями А как сказать Сереже об этом, я не знаю Ну, и дотянуло до 31 декабря Мы уже тогда сходили, приготовили салат И вернулась домой Оделась красиво Пришел Сережа И я так, ну, прям, очень так мило Где-то так, часов в 10, полдесятого Протягивая фарфорового петушка И говорю Извини, Новый год мы будем встречать не вместе Вот тебе подарок, фарфоровый петушок Хочешь, оставайся с моими родителями И ухожу Мне стыдно за этот поступок Сережа, прости меня, пожалуйста Ты очень хороший человек Люби меня, люби Жарким огнем Ночью и днем Сердце сжигая Люби меня, люби Не улетай Не исчезай Я умоляю Люби меня, люби Люби меня, люби Люби меня, люби Люби меня, люби А у меня был молодой человек-моряк Кстати, мы с ним вместе эту песню пели И он тоже был Где-то был Но сейчас он живет Слава Богу, все хорошо Мы больше не встречаемся Но суть не в этом Где-то без Сережины, да? Да, он где-то без Сережины, с фарфоровым петушком Но суть не в этом Мой молодой человек был моряк У нас, кстати, сегодня получается такая морская тематика Немножко Все моряки Шкиперы и так далее Я встречалась с ним достаточно долгое время Это очень удобно Потому что, ну, полгода вы видитесь И все классно Вы любите друг друга И не успеваете друг другу надоесть Потом на полгода он куда-нибудь уходит И ты по нему скучаешь Пишешь стихи, грустишь Но на самом деле, ну, чувствуешь себя вроде как хорошо Это такая светлая грусть И ты один, и сам себе предоставлен Все классно Вот И на фоне этой большой идви Ты ездишь в разные порты России Там смотришь по карте Куда его корабль направится в этот раз Когда же появится связь Вот Раз в три месяца он приходит в какой-нибудь порт Туда едешь несколько часов Вы встречаетесь Несколько часов видитесь Потом я тлакала И уезжала обратно Схема Да Ну, так оно всегда и работало В принципе Можно сказать, что и схема И в один из таких дней Это было в Пьейске Я поехала в Пьейск Пять часов туда ехала Из Ростова Вот И приехала с ним на встречу Он решил мне устроить романтический вечер А он у меня, помимо того, что был моряк Он очень хорошо пел И исполнял песни великих Например, Василия Магомаева Вот У него все время были минусовочки На телефоне И он мог в любой момент включиться спеть Так вот Он решил устроить мне романтический вечер Романтические несколько часов И сделал подборку песен Которые не отвлекали бы нас От важных романтических процессов Значит, мы сняли номер Все классно Мы купили фрукты Поставили свечи Все было здорово Мы включили плейлист Плейлист играет Все было круто До того момента Самого ответственного Который вдруг Заканчивается очередная композиция И моего молодого человека У Дениса У него вылезают глаза в лоб Я говорю Все в порядке Ну, как бы страшно там что-то прерывать Вдруг что-то не в порядке Вот он говорит Маша Сейчас будет Магомай Море вернулось Гором чай Песни прибоя Рассвет пробудит Сердце как друга Пуга Море встречает Сердце как песня Летит из груди О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой А ждать еще потом три месяца Грустные звезды В поисках ласки Сквозь синюю вечность Летят до земли В Данейском море В море навстречу Детские сказки На синих ладонях Несут корабли О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали В дальние дали Паруса малым Вместе с собой О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой В море Возьми меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой С собой С собой Возьми С собой С собой